Павел Сюткин – частый гой среди школьников. Ему 98. И, несмотря на возраст, ветеран активно общается с ребятами, отвечает на все вопросы и обычно так заканчивает свои военно-патриотические беседы. Учиться, учиться и учиться. Второе. Не забывайте своих, раньше говорил, отцов и дедов, а теперь уже дедов и прадедов, вершивших судьбы нашей Родины. Третье. Помните, что за вами будущее страны. И в заключении активно участвуйте во всех сферах деятельности. Верхняя палата Федерального собрания Российской Федерации отметила активную деятельность Героя России и сегодня в здании городского собрания Сочи Сюткину вручили почетную грамоту и знак от Совета Федерации. Сегодня нам хочется полностью теплоту души, теплоту сердца им передать. Поблагодарить за то, что они сделали. Ведь, если говорить конкретно о Павле Павловиче, ведь это же не только, скажем, герой военных лет, но это герой и сегодняшнего мирного времени. В чем его героизм? Личным примером воспитывают молодежь. А участнику войны всегда есть, что рассказать и ребятам, и своим друзьям из Совета Ветеранов. Боевое крещение он прошел под Брянском, был назначен командиром батареи. При прорыве немецкой обороны юго-западнее Кёнигсберга батарея Сюткина уничтожила 9 танков, 10 огневых точек, 10 артиллерийских батарей и до 500 гитлеровцев. За это Павел Сюткин был представлен в высокой награде звания Героя Советского Союза. Но золотая звезда нашла его только через 63 года. Поэтому и стремились власти поблагодарить ветерана за нынешнюю работу вовремя. Кульминацией праздника стал голубь мира, которого выпустили в небо как символ Международного Дня Дружбы. Он как раз отмечается сегодня. Добрый весенник будет всегда кружить над головой. Елена Овсесна, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.